Всем привет, с вами Дмитрий, вы находитесь на канале Димедро, и сегодня мы продолжаем играть в Кауч Кингс. Это уже шестая серия прохождения, и шестая наша серия начинается с того, что нам пишет Райли. Райли рассказывает нам о социальной сети Kiwi, в которой разные посты делают люди. И мы просматриваем несколько постов, в том числе мы просматриваем обязательно пост от нашей любимой девушки Лорен, и, конечно же, ставим лайк и комментарий. Другие посты от других девушек я, конечно же, посмотрю, но я не буду ни лайков ставить, ни комментариев, потому что у нас есть на это девушка, и я буду только девушке уделять внимание. В Kiwi будут периодически появляться разные посты, но я туда заглядывать не буду. Я лучше буду проходить сюжет, общаться с людьми. Я не особо заглядываю в телефон, находясь здесь. Я общаюсь больше с людьми по прохождению игры. Дело в том, что лайки и комментарии на посты в соцсетях никак не влияют на отношения с девушками. На отношения с девушками влияют только выборы, которые вы делаете в диалогах, в реальной игре. Сейчас мы находимся в приюте для животных, который мы обещали посетить, когда общались с сотом. Я немножко посещу этот приют, но я не буду никаким образом сближаться с сотом, мне нужна только собачка и возможность с ней поиграть. Кстати, собачка в этом приюте реально милая, если что. И еще в процессе общения с сотом мы узнаем, что она увлекается феминизмом, она увлекается различными протестами, и в субботу она собирается на еще один протест. Но мы с ней не пойдем, нам это не нужно. Во-первых, и во-вторых, у нас есть Лорен. Зачем нам проводить время с водом, если у нас есть наша любимая девушка, с которой мы можем везде ходить, если захотим. На этой, в принципе, приятной ноте мы Лорен покидаем, и после этого мы выходим из приюта и направляемся в свой дом. И дома у меня зазвонил телефон. Пришло уведомление от нашей любимой Лорен, она зовет нас на пляж, мы, конечно же, пойдем на пляж. Это самая лучшая возможность сблизиться дальше с Лорен. И да, в купальном костюме она прекрасна, поэтому нашему главному герою вообще нет смысла менять ее на каких-то других девушек. Лорен вполне шикарная и так. У главного героя с Лорен хорошие, даже отличные отношения. Они обнимаются, мило общаются, целуются. И на пляже даже будет немножечко интимная обстановка. Так что все в этом плане нормально у нашей парочки. Единственное, с чем возникнут небольшие проблемы, это драки. Лорен не поощряет драки, это мы знаем с самого начала. Но Лорен готова принять наше решение, потому что мы его приняли, и Лорен нас все-таки любит. А принять решение любимого человека, это тот поступок, который должен делать каждый в отношениях. Алексей, конечно, обещает, что будет осторожен, что не навредит себе слишком. И, в принципе, на этом можно успокоить Лорен, чтобы она слишком за нас не волновалась. Что мы вступаем все-таки в боевое братство, и что мы будем участвовать в драках. И у нас с Лорен интимная обстановка. Это очень-очень даже хорошо. Понятно, что Лорен, в принципе, не против пойти дальше, но это произойдет у нас далеко в будущем. Небольшой спойлер сразу. Дальше, после того, как они отдохнули на пляже, Лорен и наш главный герой возвращаются уже в комнату Лорен. Там немножко общаются, обнимаются, целуются и, в принципе, прощаются на этом. Лорен, конечно, принимает наше решение, но принимает его не полностью. И дальше, после того, как мы уже простились с Лорен, вернулись обратно в свою комнату, дальше нас ждет церемония посвящения Братства Волков. Церемония посвящения будет состоять из нескольких состязаний, которые Алексей должен будет пройти, чтобы доказать свою значимость для Волков, чтобы доказать, что он может быть частью этой семьи. И, конечно же, Алексей наш заинтересован в том, чтобы вступить в Братство Волков, для того, чтобы быть, во-первых, рядом с Имрой, во-вторых, быть в нормальной команде, в нормальном коллективе, который, по крайней мере, заботится о своих членах, в котором Братство не на последнем месте и не пустой звук, в котором Крис вполне нормальный чувак, то есть лидер вполне неплохой, мы сможем с ним хорошо подружиться и хорошо общаться. Перед тем, как нас прогнать через испытания, Крис дает сильную мотивационную речь, как настоящий лидер. И он упоминает о том, что нет недели посвящения, есть только один день посвящения, чтобы сразу приступить к тренировкам. Этот подход мне очень нравится, рассусоливать это на неделю смысла никакого нет, вместо этого можно неделю действительно посвятить тренировкам, а за один день принять всех, кого надо. Первое испытание, испытание решимости. Нужно будет доказать, что вы готовы сделать все возможное, чтобы стать волком. И наш герой будет это доказывать. Его отводят в комнату, точнее, небольшой коридорчик, что ли, насколько это видно, и задают неудобненькие вопросы. Вопрос будет состоять в том, готов ли ты убрать имр или нет. Я, конечно же, отвечу нет. Это не братский поступок убирать своего брата. Поэтому я отвечу твердо и четко нет. И на этом мое задание завершится. Как оказалось, первое состязание было состязанием преданности. И я это состязание прошел, потому что я не предал имра. И поэтому я с честью прохожу на следующее испытание. На этот раз реально на выдержку. Настоящее испытание решимости состоит в том, чтобы как можно дольше продержаться в не самых худших условиях. В этом случае в ванне с водой. Конечно же, мы будем делать все возможное, чтобы выбраться из нее последним. Кто выберется из нее последним, тот победил. Я, конечно же, буду делать все возможное, чтобы победить. В течение этого конкурса нам будет звонить Хлоя. Но звонок от Хлои мы не возьмем. Потому что, во-первых, Хлоя нам нафиг не нужна. А во-вторых, мы все-таки хотим победить. А раз мы не взяли звонок Хлои, мы выигрываем. Перри просто не смог так долго продержаться, чтобы нас победить. И мы побеждаем в этом состязании тоже и проходим на следующее. После этого состязания нас ждет состязание честности. И в состязании на честность нужно ответить правдиво на вопрос, который тебе задают другие волки. Другие волки будут задавать вопрос, связанный с чем-то личным или с чем-то постыдным. И нужно не побояться сказать правду. У парней будут спрашивать очень разное. От того, был ли секс 68-летний или с кузиной. Других могут спрашивать про какие-то другие делишки. А нас могут спросить, либо о том, были ли у нас измены, либо о том, были ли у нас драки. Спрашивают, были ли измены в случае того, если была измена. В течение всего этого периода, когда мы встречались с Лорен, вплоть до самого момента посвящения. Если же до момента посвящения никаких измен не было, то тогда у нашего персонажа спрашивают, дрался ли он раньше. В нашем случае измена была, но почему-то она не засчиталась. Измена была у нас с Собри, когда мы лезли хрень на крышу, и когда у нас была сексуальная сцена. Тем не менее, общения с другими девушками у нас все-таки не было. И поэтому технически для цели игры измен, да, не было. Но если считать вот эту вот измену Собри, то тогда она была, и они просто ее не заметили. По сравнению с изменами, то, что участвовал или не участвовал персонаж в драках, это просто безобидный вопрос. Поэтому мы легко отвечаем, что мы не участвовали в драках. Конечно же, нас поддерживают, нам говорят, что сильно объяснять не нужно. Ценят нашу честность. Таким образом, наш персонаж проходит дальше к последнему своему состязанию. Это состязание чести. В состязании чести нужно совершить самый честный поступок в данной ситуации. Ситуация будет не просто с каким-то человеком, а с близким человеком для волка. Это может быть либо девушка, либо брат, либо сестра. В нашем случае это будет девушка Криса, Нора. Нора задает нам ситуацию. То, что подруга провалит экзамен по английскому языку. Может ли она соблазнить своего учителя? Мы, конечно же, говорим, что она не может это сделать. Это неправильно. И дальше Нора через некоторое время попробует сама нас немножечко то ли соблазнить, то ли спровоцировать. Но мы на эту провокацию не ведемся. Мы ее не целуем. Во-первых, у нас есть девушка. Во-вторых, Нора сама девушка Криса. И если я об этом узнаю Крис, это вообще очень непредсказуемо. Но это на самом деле была проверка, и мы ее прошли, потому что мы выбрали самое лучшее решение ситуации и самое честное. Нора объявляет, что мы проходим это испытание и нас выводят из комнаты. Мы не обязаны теперь сидеть целый час до конца. После того, как нас выводят из комнаты, в принципе, на этом состязания наши заканчиваются. У нас было 5 испытаний. И все 5 испытаний мы прошли с честью. Поэтому мы должны быть на самой вершине или где-то близко к этому. По поводу вершины. Да, здесь будет распределение по местам. И, скорее всего, Алексей займет первое место, потому что он испытания все прошел с честью. Поэтому он достоин первого места. И первое место на самом деле занимает наш персонаж Алексей. Следом за ним Имры на втором месте и на третьем месте у нас Перри. Эти 3 человека вступают в Братство Волков. Имры тоже вступают в Братство Волков, поэтому мы вместе теперь будем членами Братства Волков. Нас 3 в Братство принимают, поэтому нам разрешено переехать в общежитие Братства. И у нас, у каждого будет своя комната. В том числе и у Алексея, которую он сможет оформить по своему стилю, по своему желанию. После этой прекрасной новости Алексей и Имры идут домой, чтобы наконец-то поспать. Поспать, подготовиться к следующему дню. На следующий день нас ждет лекция по истории. Лекция по истории в тех самых костюмах, которые мы должны были купить. И мы с Пенелопой их купили. Мы, кстати, купили исторически верные костюмы с Пенелопой. И, скорее всего, поэтому нас не вызвали разыгрывать какие-то сценки или вообще, в принципе, не вызвали что-то рассказывать. Студенты будут подшучивать, подсмеиваться над преподавателем, который заставил их в таких костюмах прийти. Это на самом деле не очень-то хорошее задание для первого раза, когда только начинают изучение истории. Это может создать очень плохое впечатление, что мы сейчас, в принципе, и видим по диалогам. Это задание подойдет просто для общего развития, чтобы люди понимали, как примерно одевались различные исторические эпохи. Это может каким-то образом стимулировать какое-то основное историческое знание. Но само по себе это задание это побочное, не основное. Кэмерон допустит реплику в сторону преподавателя, и за это преподаватель его выставит, решит вызвать, и он должен будет рассказать о своем костюме. Но рассказывать о костюме он не будет. Вместо этого преподаватель обсудит его костюм. Это костюм Элвиса Пресли, который все-таки не был историческим персонажем. Он, конечно, звезда, он, конечно, легенда, но это не историческая личность. И в этом преподаватель по истории абсолютно прав. Но после того, как закончится эта лекция, достаточно скучная, кстати, после этого мы с Пенелопой будем уже общаться по поводу прошедшей лекции, и, в принципе, тоже неплохо проведем время за общением. Мы мило побеседовали с Пенелопой, а дальше наш главный герой возвращается в свою комнату, где видит ту самую листовку по поводу вечера встречи, что ли. И у нашего главного героя больше нет никаких вариантов никого позвать, кроме как Лорен, потому что мы встречаемся сейчас с ней, и мы не можем позвать никого другого, кроме нее. Да, как бы нам и не надо, потому что мы любим Лорен. В необычной манере мы спрашиваем у Лорен, пойдет ли она на вечер встречи, и она, конечно же, соглашается, и мы с ней пойдем вместе, будем там общаться вместе, и ни с кем другим я больше общаться не буду. Но это потом. Это уже, скорее всего, будет в следующей серии. Конечно же, на вечер встречи надо подготовиться, он покупает себе лучший костюм, для того, чтобы тоже выглядеть неотразимо, как и Лорен. Лорен явно подготовится к этому делу. Но нам также нужно не забыть и переехать уже в общагу волков. Мы сейчас собираем вещи и переезжаем вместе с Имрой уже в свои комнаты. И мы снова предстаем перед нашими братьями-волками, в этот раз для того, чтобы они нам показали наши комнаты. И, конечно же, Алексею показывают свою комнату, где он будет жить в ближайшее время, пока он находится в составе волков. Но перед тем, как показать комнаты, нужно еще выдать куртки. Выдача курток – это уже официальный символ принятия в Братство волков, после того, как результаты оглашены, уже решение принято о приеме трех людей. Три куртки уже будут наши. Соответственно, Алексей тоже получит свою куртку. И он уже официально будет считаться частью Братства волков. Алексею, конечно же, выражают благодарность, потому что Алексей занял первое место в рейтинге. Он лучше всех справился со состязаниями, и поэтому от него теперь будут ожидать больше всего успехов. Успехов от него будут ожидать в том числе и в битвах. Потому что Крис нацелен на то, чтобы все-таки выиграть титул, а для того, чтобы выиграть титул, надо выиграть битву. И для того, чтобы выиграть битву, он будет тренировать нас, и имры в принципе тоже, но самые главные надежды, скорее всего, будут уже направлены на Алексея, на нашего главного героя. Дальше наш Алексей общается с разными людьми, потом ему показывают его комнату. После того, как Алексею покажут его комнату, первый его пригласит на шарады 3х3. Новые волки против старых волков. Это очень хорошая возможность познакомиться ближе с волками, поэтому Алексей, конечно же, пойдет. А дальше нам предстоит общение с имры, где мы поймем, что имры об этом мечтал, и наконец-то у имры эта мечта осуществилась. И теперь самое важное то, что мы с Риммой находимся в одной команде, и то, что имры может с нами разделить свою радость от того, что он вступил все-таки в братство волков, о котором так долго мечтал. После этого разговора мы ляжем спать, Алексей тоже ляжет спать, уже в своей новой комнате в общежитии волков. И на этом прекрасном событии, в принципе, можно заканчивать наше видео. Всем большое спасибо, кто его смотрел. Ставьте, пожалуйста, лайки, подписывайтесь на мой канал. Не забывайте ставить колокольчики на этот канал и рассказывать об этом видео всем, кому только можно. И, конечно же, всем пока, до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok